добрый день всем кто зашел в гости на мой канал я как всегда рада вас приветствовать сегодня у меня такое плановое омоложение фиалок я выбрала 4 розеточки и решила заодно снять видео и мне будет не скучно и вы возможно в этом видео найдете для себя что-то полезное ну или вам просто будет интересно итак начнем значит первая фиалочка она цветет это тв жемчужина него цветет эта фиалка у меня с августа месяца сегодня 20 января 2022 года то есть прошло сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 5 месяцев фиалка цветет если честно мне кажется это такой сорт который может цвести год вообще не прекращая вот она заложила один раз много бутонов такие цветочки форме вот таких вот качанчиков они никогда не раскрываются полностью и вот они все как-то зацветают и очень долго держатся свежими сухо цвет одним словом я честно говоря вот полгода она цветет и я уже не выдерживаю или же мне просто надоедает вот я принудительно уже ее пересаживаю и удаляю вот эти вот цветочки сорт вообще классный эта фиалка у меня была посажена в горшочек шестерочку вот все время она у меня в этой шестерки 1 0 1 21 года то есть прошло немногим больше год и вполне естественно что здесь уже питание в грунте нет никакого уже нужно заменить грунт ну то есть освежите и грунт видно недостаток питания уже листочки такого болотного цвета нижний ряд уже вот такой вот некроз появляется на листьях я уже удаляла нижние ряд листочков но этот некроз он все равно переходит на следующий ряд то есть пока не пересадишь фиалку так ему будут листочки с нижнего ряда пропадать так что я буду делать мне не хочется сильно грунт здесь выснул насыпать да как бы чтобы грязи меньше было я просто вырежу этот грунт ну фиалочку за горшочка вот все это я убираю горшочек здесь уже вон и эти завелись а мошки не знаю будут вам видно ползают ползают вот такие вот подуры их называют если уже заявились эти подуры то это же по-любому идет какое-то загнивание то есть подуры где влажно и где идет разложение какой-нибудь органики ну в данном случае грунта так цветочки жаль даже обрывать очень жаль кстати вот я пробовала выращивать фиалки делать состав грунта с пенопластовыми шариками у меня не получилось в моих условиях как бы не совсем состав грунта для фитильного полива хорошо себя зарекомендовал вот именно в качестве разрыхлителя с пенопластовыми шариками но вот эта фиалка год просидела в этом горшочке и с пенопластовыми шариками то есть это уже говорит о том что в принципе сорта неприхотливые да то есть легкие в уходе я вам сейчас этот букетик сниму и покажу этих качанчиков они еще вот эти цветочки меняют цвета вот то есть какие-то разноцветные вот такая вот фиалка кто-то еще сколько листьев по удаляла здесь которая портились все время и листовой массы по ну вот некрозный лист так сейчас и доберусь до пасынков переукореняется хорошо я вообще всегда этот сорт выращивала на фитильном поливе он у меня всегда на фитильном поливе рост так вот два пасыночка 1 2 хорошеньких таких я их просто они такие вот крупненькие вот так вот сниму это я отдельно их укореню хотя у меня есть детки этого сорта но я укореню и пасынки вот какой толстый стволик так что еще сейчас немножко выровняю розетку так наверное вот так это такой сорт который быстро наращивает листовую массу толстый такой стволик то есть видно что фиалочка уже не молодая уже под износилась так нож я протираю спиртом потому что фиалки разные вот у всех за год без пересадки в одном грунте по-любому процесс какой-то гниение есть в грунте поэтому чтобы избежать всяких инфекций заражений обязательно нужно протирать режущие нож скальпель кто чем пользуется да немножечко без фанатизма зачищаю стволик в данном случае я обычно не подсушиваю стволики да но вот в таких случаях немножко подсушиваю вот потому что фиалка только с фитиля снята я ее предварительно не снимала с фитиля вот и стволик достаточно влажный укоренять я буду на фитильном поливе не сразу на фитильном поливе а где-то дня через три уже поставлю на фитильный полив то есть в грунте влажном и через два-три дня буду ставить на фитиля аргентина белецкой вот такая красивая яркая химерка тоже она у меня не пересажена я дату не писала ну тоже год это можно сказать вот все фиалки с одной партии а то может даже и больше года без пересадки что мне здесь не нравится ну во-первых стволик уже вот такой вот подоголился вот листочки тоже как-то подкручиваться начали и здесь мне еще не нравится то что с дренажных отверстий темная такая корневая система уже вот отпадает если в сравнении взять вот здесь корешки они светлые и здесь и вот здесь вот постоянно скапливается какая-то влага такое ощущение что нижняя часть замокает корни не работают и не распределяют влагу ну вот что-то типа такого хотя вот на вид корневая система я бы не сказала что она выглядит в горшочке как-то темно и процесс гниения незаметен но есть все те же подура эту фиалку где-то три дня назад я с фитиля все же таки сняла потому что они прям бегали по горшочку вот носились эти подуры часто путают с мучнистым червецом вот я с мучнистым червецом никогда не сталкивалась не знаю что это такое ну вот подура бывают частенько если я их замечаю в горшочке особенно если в большом количестве да они бегают носятся я что делаю те фиалки которые на верхнем поливе там проще достаточно немножко по умереннее поливать сделать такую небольшую просушечку и они сами исчезают то есть вот эти подуры они живут только во влажном грунте если же фиалка на фитиле здесь посложнее там где подуры значит по-любому как я уже сказала идет процесс гниения что может гнить корневая система до либо в самом грунте идет какое-то разложение поэтому фиалки у которых вы обнаружили подуры в общем то лучше всего переукоренить просушить здесь смысла нет потому что но просушить его в течение трех дней на а потом вам снова эту фиалку нужно оставить на фитиль то есть проблема будет постоянно возвращаться до тех пор пока не переукоренишь фиалку так здесь тоже я что делаю ну чтобы ничего я кстати вот эту фиалку планировала уже давно переукоренить я ждала все ждала что здесь подрастут пасынки вот грунт уже вот такой вот уплотненный сейчас вот по поверхности грунта эти подуры не бегают потому что я немножко все же таки его просушивала так пасынки до ждала пока подрастут пасынки но вот я по внимательнее их посмотрела и в общем то эти пасынки но они недоразвитые то есть их можно ждать еще очень долго я укорнила один пасынок вот если он повторит химерный окрас то мне его будет достаточно ну единственное что на продажу этой химерки скорее всего не будет не скорее всего они будут потому что я буду себе себе оставлять дубль если процветет химерным окрасом пасынок вот этот сорт хорошо цветет шапочкой эта розетка у меня уже вот с третьим цветением и цветет долго не быстро отцветают цветочки не портятся мне кстати как-то говорили что вот не похоже на химерный окрас ну похоже есть такие химеры у которых вот эти контрастные полосы немножко более сглаженные что ли но тем не менее это химера вот так ну что я тут делаю тоже снимаю нижний ряд листочков вот такая вот пестролистность на листьях более старых она как розоватого цвета пестролистность верхушечка светленькая ну то есть красивая розетка ровно и аккуратно и хорошее цветение химерка замечательно так все старые листья я тоже снимаю чтобы фиалки было проще укорениться сейчас покажу пасынки как раз заодно так лишнего ничего ничего лишнего мне еще не снять так 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 ну наверное еще вот эти три листа я сниму не оставлю вот так вот верхушечку молоденькую так сейчас показываю пасынки вот они я их сейчас буду убирать они без точки роста то есть их можно ждать очень долго пока они там вырастут их тут было три таких вот пасынка вот еще один он без точки роста просто два листика наверное потому что химерка цвела все время пасынки в углу в глуби развивались доступа света не было освещение и поэтому они такие недоразвитые получились вот тут есть маленькие бутончики вот о чем я и говорю что этот сорт такой любит под свести я эти бутончики снимаю они не нужны снимать обязательно или не обязательно не знаю я считаю что их снимать нужно обязательно почему потому что во первых надо листовую массу надо укорениться до фиалки нарастить корни во вторых надо листики потом нарасти все же таки я считаю что эти цветы надо удалять толку все равно с них не будет часто бывают такие цветы фиалка сама сбрасывает они все равно не разовьются бесполезная трата времени бывает зацветают но тогда хуже растет розетка так все тоже пока что на стаканчик не перепутать но я пока вот сюда положу так дальше дальше вот такая вот у меня фиалочка это океа естербанни замечательный тоже сорт свела у меня всю весну летом цвела и вот даже осенью на подоконнике она целом ноябре кажется ну вот после того уже не цветет не цветет такие тусклые листочки нижний ряд тоже не крозит хотя с дренажных отверстий корневая неплохая в общем то тоже уже время пришло пересаживать омолаживать вернее эту фиалочку она у меня тоже где-то год в этом горшочке в семерочку сорт тоже неприхотливый цветет букетиком таким обильным букетиком цветочки похоже на бабочки кто знает этот сорт тут понимает о чем я так здесь я вроде бы никаких мошек не вижу вот здесь как-то как-то вроде как и все все нормально так что я делаю тут у меня тоже есть пасынок попробую его снять и тоже укоренить так здесь даже два пасынка но 11 недоразвитые один неплохой пасынок вот он у меня есть кстати детки этого сорта с листика так сначала я наверное листики уберу потом сниму пасынок вот такой вот тоже в перлите я его укореню я бросаю пасынки эти вот туда же где жемчужина нила я уже как бы вот эти сорта они уже у меня в коллекции давно и я их уже просто по листьям определяю когда новинки чтобы не было никакой потеряшки пересортится тогда да я так конечно не кидаю не бросаю а те сорта которые у меня давно я их знаю все особенности в своих условиях и могу даже по листикам определить где какой литонику я часто вообще не подписываю вот это океа бане тоже которая для себя вот оставляю так немножко надо выровнять розеточку вот этот еще листик сниму и вот этот тоже сниму и вот это тут такая вот маленькая розеточка осталось так подрезаю корневую я обрезал ножничками с горшочка вырезала до корешки а потом обязательно нужно срез обновить острым предметом чтобы не было сжатия никакого тканей на стволике также вот и листики почему когда укореняются нельзя ножницами обрезать надо обязательно слом делать или же руками или же острым предметом вот чтоб не было чтоб не было сдавливание ткани так 2 девочка подсушивается и покажу еще одну ну это вообще это называется не взять не тоже это фиалка у меня уже не пересаживалась даже наверно побольше года вернее не омолаживалась это ли инга вообще красивая пестролистность у сорта розетка красивая ровная всегда аккуратно но цветение это нечто не знаю может быть у меня так себя ведет этот сорт я за три года ну пару раз такое более-менее цветение только что и видела у этого сорта не размножала этот сорт все раздарила летом по моему пару раз у меня заказывали деток этого сорта а в этом году даже не размножала вот случайно вообще хотела избавиться случайно 1 розеточка у меня как-то затерялась было у меня желание выбросить ее в мусорное ведро и забыть об этом сорте но что-то стало жалко донесла ее до ведра и что-то подумала что в принципе все что живое имеет право на жизнь поэтому буду тоже я ее омолаживать кстати а не омолаживала я эту фиалку больше года но где-то наверное в сентябре я делала частичное налажение то есть срезала корневую систему и частично обновляла грунт даже это не помогло вот такие мелкие листья и вроде бы и много цветоносов немало до для такой розеточки но эти цветы это я не знаю слов нет просто все и так видно так ну здесь я же говорю здесь грунт обновлялся поэтому поэтому он не совсем разложился еще так что я делаю дальше дальше цветоносы убираю вот такая вот точка роста она не растет многие думают что вот это клещ это не клещ здесь совершенно со стопроцентной уверенностью я скажу что это не клещ это проблемы какие-то с корневой системой почему-то она не развивается вот такой может быть от плохого грунта даже не до свет если фиалка не досвечивается тоже такая такая может быть такой центр причин много но вот в моем случае не знаю что и не хватает так все старые листочки я убираю я с ней особо церемониться не буду выживет значит останется не выживет значит все ж таки пойдет в мусорное ведро так вот эти листья я тоже беру вот не знаю не знаю ну вот эти наверно пока оставлю как-то кривовато она у меня получилось ничего не поделаешь так протираю нож делаю снова срез зачищаю стволик ну кстати вот эту фиалку я на фитиль ставить не буду и и я буду укоренять все ж таки в тепличке потому что она какая-то больноватая фитильный полив не любит больных больное растение фитильный полив хорош только для здоровых растений фиалок да вот в частности если у фиалки какие-то проблемы загнивание либо еще что-то ну шоу вот это вот наверное еще что-то тут и подломала ну да подломала нет это фиалка все ж таки пойдет у меня в мусорное ведро не судьба так дальше что да что дальше слабонервным не смотреть я не так часто выбрасываю фиалки вот честно скажу не так часто все время как сказать бывает заставляю себя заставляю и доношу до ведра и потом возвращаю обратно так это у меня стаканчики я уже подготовила вот сейчас мы быстренько просто сделаем так жемчужина нила вот стволик немножко подсох пока я остальные фиалочки готовила к переукоренению также с камеру немножко при опущу вот так просто вставляю грунт влажный влажный и скорее всего что крепить шпилечками я не буду будет стоять сейчас в индивидуальном контейнере вот эти все переукореняшки и как я уже сказала дня на три дня через два-три если все будет хорошо я их поставлю на фитиль так все конечно же ой не забываем подписывать жемчужина него так сюда поставлю так дальше аргентина 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 тоже влажный грунт просто вставляю и все проверяю чтобы так здесь знаете я еще что вам хочу наверное рассказать и показать вот смотрите да какие розеточки вот такие розеточки они никогда не замокают если вы вот сами не заглубить она не замокнет а вот такая розеточка запросто может замокнуть либо не укорениться поэтому вот такие розетки нужно когда высаживаете делать небольшую горку и вот на эту горочку на эту горочку вот так вставлять тогда низ вернее центр розетки меньше шансов замокнуть она как бы фиалочка получается сверху вот так вот и проверяем чтобы под стволик был грунт под стволиком чтобы там развивались корешочки вот такие вот розеточки они проблем не переукореняются особенно носители в общем то вот такой вот результат на горочку ставим так еще одну показываю это нормально без проблем поэтому здесь и никакой горки не делаю вот таким вот образом проходят будни фиалочка я вообще эти пересадки люблю но я стараюсь выбирать такие дни когда у меня нет каких-то домашних дел не отложено вода то есть чтобы я залезла фиалки и меня ничего не отвлекала но я думаю что так поступаю не только я до большинство фиалочников в общем то спасибо всем кто был со мной все это время ставьте лайки если вам было интересно если есть какие-то вопросы задавайте их в комментариях и вообще в комментариях писать комментарии это своего рода общения это мое общение с вами и ваше общение со мной и с другими пользователями зрителями в общем то на этом всем всего доброго до свидания